Приветствую вас! Значит, смотрите, какая история. Отговорить свою жену от развода у вас, скорее всего, не получится. Потому что видно, что недовольство жены копилось достаточно долго. Сейчас ее, как говорится, прорвало, она почувствовала вкус свободы. И, соответственно, назад возвращаться к вам она не будет. Ну, не закончится, по крайней мере, это точно. Поэтому лелею тебя надеждой на то, что вам удастся уговорить ее. Здесь и сейчас. Я бы, пожалуй, не стал. Потому что... Ну, в этом... Это, скорее всего, путь никуда. Но, во-первых, когда вы придете в суд, и вас будут разводить, вы можете возразить против того, чтобы вас, ну, разводили. То есть вы можете начать возражать против развода. И... Если вы будете возражать против развода, то суд даст вам время на примере... Ну, вот, не знаю, по-моему, раньше было три месяца. Вот. Что-то, если за три месяца вы не примиритесь, то, соответственно, вас разведут. И вот, для вас, для вас, вот эти три месяца могут быть реальной возможностью что-либо исправить. Вот. Реальная возможность... Реальная возможность... Реальная возможность... Как бы... Может быть. Дальше. Следующий, следующий аспект. А... Значит, я надеюсь, что... Понятно. Надеюсь, что понятно. что работать вам нужно над собой, над твоими страхами, над твоей ревностью, может быть, да, над чем-то ещё, если, ну, если у вас это есть. Это работа над собой. Например, почему вы, там, грубо говоря, докапывались постоянно до неё, да, почему вы стали требовательным к ней, то есть, что изменилось конкретно у вас, конкретно у неё, что вы стали хотеть, что вам нужно, ну, что вам стало нужно, вот, и так далее. Всё это, всё это важный аспект, и это ваша ответственность, ревность, ваша ответственность, требовательность, это ваша ответственность, то, что вы боитесь одиночества, например, или что вы не уверены в себе, ну, в глубине души, а иначе... Ну, ну, ревность, в общем, в общем, это причина. Ревность, это следствие того, что вы не уверены в себе, вот так. Вот. Ну и всё, в принципе. С этим, если будете работать, с этим, то ситуация будет складываться хорошо. Всё. Завал. Жена увидит ваши перемены. За три месяца, вот, можно добиться, ну, в принципе, таких, хороших результатов. Я бы даже сказал. Если к вопросу подходить серьёзно, понимаешь, да, о чём идёт речь? То есть, ну, понятно, что, если вот это вот всё так, спеши, да, там, давай скорей, там, быстрей, там, и так далее, да, то в этом случае, конечно, ничего не будет. Вот. Вот этот результат-то будет, но он будет гораздо, ну, меньше, гораздо медленнее и менее глубокий. Вот. И всё вернётся, как бы, ну, на круги свои. Если вы этого не хотите, то, соответственно, ну, ну, не работать, ну, не работать. То есть, тогда, над собой. Иначе всё просто старается. То есть, всё, что происходит сейчас, да, ну, просто-напросто повторится у нас. Вот. Поэтому история здесь вот такая, такая. Вот это вот то-то, что дел-то, что делать. Вот это вам можно сделать. Можно сделать. В этом ситуации. Вы говорите, что, не знаю, как быть, да, как быть, что быть, что. Вот. Изменения, ваша жена должна увидеть изменения в вас, в первую очередь. Вот. Изменения, которые у вас будут, да, и которые, ну, могут произойти. Вот. И она заметит только, если вы будете работать над собой. Над. Собой. Вот. И всё. Вот. Так. Это то, что можно вам сказать. Если вы настроены именно её завоевать, то здесь, я боюсь, ничего не выйдет, потому что... Она не поверит. Вот и всё. На этом, можно закончить мой ответ. В общем. Вот вы для себя ответьте, вот подумайте, вот вы говорите, что, значит, я женой 12 лет, да, там, надо, там, ругаться, ссориться, да, вот из-за чего, да, то есть, как бы, ну, из-за чего. Вы говорите, я вам много виноват. Это что такое? Обвинение. Обвинение, это, соответственно, деструктивная критика, вот. Направлено не на улучшение, да, не на то, чтобы делать выводы, а на... ещё большее подавление, на контроль и так далее. Соответственно, если вы, вот, проанализируйте хотя бы это, да, вот, откуда, а почему я себя винил, в чём я себя винил, из-за чего я себя винил, винил, эээ, чего я хочу, как я могу это выразить, так далее, так далее, так далее, это уже будет плюс. Вот. Цепляться по пустякам, опять же, для чего? Цепляться по пустякам. Почему я играл в игру «Попался, сукинцы»? Да, вы можете почитать об этой игре в интернете, она так и называется. «Попался, сукинцы», вот. Для зачем я это играю, что я хотел, играю в эту игру, чего мне не хватало. Ревновал, опять же, да, почему я стал неуверен в себе, из-за чего я стал неуверен в себе, когда я потерял себя. Вот это всё, вот это всё, это всё, и нужно поднимать, разрабатывать в вас. Именно, повторяю, разрабатывать. Да? Дальше, ну, опять же, ну, что-то, в общем, неправильно себя вел, не ценил. Ну, что-то, как бы, на это были причины, что мы что не ценили. Иногда сдувили себя неправильно, тоже были причины. Ну, так, с ними нужно разбираться, с причинами, там. И, что главное, разбираться нужно для себя. То есть, если жену, допустим, потеряете, это ничего. Это ничего. Это ничего. Хуже, если не сделав выводы, вы, как бы, будете, вот, ну, дальше совершать те же ошибки. Вот это хуже действительно будет для вас. Ну, так вот, давайте постараемся этого избежать. Вот. А поэтому вопрос, который нужно задать себе, звучит так. Может, что мне в себе сейчас не нравится? Что я в себе сейчас хочу изменить? Что хочу в себе поменять? Что меня сейчас сильнее всего напрягает. Ну, ну, допустим. Вот. Вот. Вот так. Вот с этого и нужно. Нужно. Вот. Сомни в себя свои желания. Поработать надо. Сейчас всему этому, всему этому можно вас научить. Вот. Не для нее, не для жены. Для себя. Только, исключительно, для себя. Понятно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.